Дорогие друзья, здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Вашему вниманию в прямом эфире программы «Якутск. Сегодня». У микрофона с вами я, редактор Светлана Вишнякова. Рядом со мной Татьяна Ирохина, моя коллега, журналист, филолог. И Таня сегодня моя соведущая. Таня, огромное спасибо тебе за то, что ты решила принять участие в проекте «Соведущая». Я тебе желаю удачи сегодня и верю, что всё получится. И гостья студии – психолог, коуч Анна Яковлева. Тема эфира сегодня – это конфликтная риторика или искусство договариваться в конфликтной ситуации. Начать я бы хотела с того, чтобы мы поделились мнением, возможно, каждая из нас. Но начнём мы, конечно же, с Анны. Что же такое конфликт? Я, наверное, не открою какой-то истины, если скажу, что конфликт – это столкновение интересов. Причём это может быть явное столкновение, а может быть и неявное. Мы в автобусе наступили на ногу, накричали. Вы опечаленно идёте в магазин, и там что-то происходит. И с этим мы сталкиваемся повседневно и на работе, и в быту, и в личной жизни. Вот, на мой взгляд, на сегодняшний день вагон информации о том, что во время конфликта всё-таки правильно выражать и проживать свои эмоции, свои состояния. Конфликтная риторика учит, наоборот, договариваться и не истерить, не гневаться во время конфликта. Но тогда куда же девать гнев и злость, которые возникают, когда тебе в автобусе наступили на ногу, когда, например, кто-то на работе с плохим настроением тебе его испортил тоже, и хочется как-то свои границы защитить, рявкнуть, тявкнуть и всё-таки позлиться. Да, согласна. Природа человека такова, что хочется прям обязательно дать обратку, ответить. И иногда ответить очень ярко. Но здесь конфликтная риторика нас учит тому, что должна быть профилактика. Вот как в своё время, помните, была профилактика преступлений, сейчас есть профилактика вот этого конфликта. То есть если я, как вот взрывная волна, натянутая струна, я уже иду, и буквально там кто-нибудь не так сказал, не так посмотрел, я прям могу взорваться. Поэтому нужно делать всё для того, чтобы этого не было. Вот почему сейчас люди занимаются йогой, танцуют, поют, рисуют. Да даже вот участникам нашим говорю, идите на берег реки и как следует прокричитесь. Выплесните в этот негатив вот эту вот энергию. И любой негатив я рекомендую прям переводить в шутку. Ну вот наступили мне на ногу, я ой-ой-ой-ой-ой, да? И я не накричала на человека, а я вот перевела в такую детским песклявым голосом, сказала, мужчина рассмеялся, извинился, и автобус вздохнул свободно. Да, драки не произошло. Но вот это вот состояние вот этой лёгкости, оно осталось. У нас в России очень много таких, что обязательно надо накричать, обязательно что-то сказать. Вот я несколько лет жила в Таиланде, вы знаете, вот душа просто пела, люди улыбаются. Вот у них в культуре улыбка. Если даже в магазин я захожу, мне таяц говорит смайл, я улыбаюсь. И всё здорово и замечательно. И даже иногда там хотелось мне что-то сказать, но я понимаю, что потом у меня будет обратка. Поэтому я стараюсь всю эту ситуацию заранее предвидеть. Пойти в бассейн поплавать. Да даже вот, знаете, хороший такой есть приём сейчас. Берёшь листочек тут же, да, вот негатив, выплеснул на бумагу, порвал, сжёг, отправил куда-нибудь. И тебе хорошо, и людям хорошо. Я очень согласна, что вот действительно мы там ухаживаем за ногтями, да, там за кожей стараемся, волосы. А психику свою тоже нужно как-то в порядок привести. Но опять же, вот допустим, мне человек нахамил, да, там или там нагрубил как-то. Я на листочек это всё, у меня злость поднялась, я это всё выплеснула, там через пальцы передала в рисунок или как-то, или подушку там пришла побила. Но в следующий раз он ведь тоже может сделать то же самое, потому что я ему не ответила. Ну вот здесь вот обязательно нужно это проговаривать. Почему вот риторика у нас переговоров, конфликтная риторика, что потом, когда вы остынете, да, когда будет возможность прям подойти с этим человеком и поговорить. Или иногда даже, ну если вот нет возможности прям сразу ответить, вы созрели, вы с ним пришли, есть минутка. Давай вот посмотрим на эту ситуацию с другой стороны. Или если есть возможности, ситуация позволяет, прям вот вы чувствуете, да, назревает этот конфликт. Вот раз, смотрим на этого человека, есть такая психологическая штучка, считаем до десяти, да, и начинаем спокойно с помощью вот волшебных слов, которым нам всегда учили. Благодарю тебя, там по имени, отчеству обращаемся и говорить определенные слова или переводить вот этот негатив вопрос. Почему человек вот на взводе, да, скорее всего это может быть агрессия или это может быть прессинг, да. Сталкивались с такими понятиями. Агрессия, когда он просто на взводе, его кто-то завел, и он на вас сливает. Тогда буквально два-три предложения, и человек уже нормально, он начинает адекватно с тобой разговаривать. А если прессинг, ну, знаете, токсичные люди, вот они прям кайфуют от того, что говорят какие-то гадости, вас заводят, 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 и тогда нужно использовать их оружие. Но лучше всего использовать манипуляции. Вот этому мы и обучаем. Начать им так же? Использовать манипуляции, это скрытые приемы, которые вот тонко очень подмечают какие-то их вещи. Ну вот, например, так же, да, там наступили на ногу в автобусе, ну человек не может сказать, ой-ой-ой, как я, да. Но для него это неприемлемо. Что можно в этот момент ответить? Совершенно спокойно сказать ему, ну, мы не знаем имени, отчество, мы говорим, уважаемый, давайте будем взаимовежливы. Давайте спокойно... Встаньте с моей ноги. Да. Давайте спокойно эту ситуацию разрешим как-то. Или вот знаете, сейчас вот тоже часто что-то стало ездить в автобусе, и вот специально, видимо, ищу свои кейсы для различных занятий. Люди идут, и они идут с рюкзаками, да? Вот когда человек с рюкзаками. И очень часто что происходит? Друг друга начинают вот бить этими рюкзаками. Люди возмущаются, кричат, да? Вот нет у нас вот такой определенной культуры. И я вот сегодня прям, предвидя эту ситуацию, раз так руку положила, и чувствую, что меня вот эта ситуация не заденет, да? Я говорю, молодой человек, а вы не могли бы снять рюкзак? То есть здесь вот, смотрите, конфликт. Человек кричит, да? Человек использует там жесты, да, вот агрессию вот эту. Что нужно делать? Нужно делать все наоборот. То есть мы говорим потише, мы говорим помягче, и другими словами мы заговариваем его зубы. Но заговариваем с помощью интонации не злобной, а интонации мягкой. Да, вот эта вот интонация заботы. Как мама нам говорит утром, дочь, вставай, там, блинчики, например. Вот это вот интонация заботы. Может быть, интонация интереса или интонация любопытства. Сейчас подумала, у кого-то мама была другая. За волосы скорее вставай. Я с вами очень согласна. Вот те примеры, которые вы рассказывали, я была и с той, и с другой стороны. И вы очень правильно сказали. Я была как раз-таки агрессором, с человеком в конфликте. Я прям успокоиться не могла. Мне прям вот гнев, гнев, гнев шел. Тот человек оказался мудрее. Он выждал, пока я прозлюсь, дал какое-то время. Договорился со мной о встрече. И пришел, и просто задал мне вопрос, что происходит. Все. Меня, во-первых, стало очень стыдно от того, что я вот настолько могла гневаться. И я вот до сих пор очень благодарна этому человеку. И при каком-то удобном случае я всегда внутренне благодарю его. И я за то все-таки, чтобы научиться вот как-то по-другому, не злиться. Но мне кажется, что это вот какой-то нужно внутренний настрой приобрести. Потому что уверенность же очень много значит. И как раз-таки вопрос один был от слушателей и от зрителей наших, когда мы перед эфиром с Татьяной готовились, что как обрести эту уверенность, когда ты можешь оставаться спокойным. То есть ты не специально включаешь память, и нужно вот так и так сделать. А у тебя это изнутри идет, что я могу видеть мир таким спокойным и в нем тоже вот так гармонично сосуществовать. Учат ли курсы, вопрос какой был, учат ли курсы по конфликтной риторике обретению этой уверенности? Да, спасибо. Интересный вопрос. Я вот почему-то, когда вы заговорили, я продумала про самооценку. Скорее всего, если человек на это реагирует, у него есть какие-то определенные проблемы с его ценностью. Он не понимает ценность себя. На курсах мы не говорим о самооценке, а мы учим именно использовать приемы для того, чтобы расставлять собственные границы. А что касается самооценки, здесь должен быть какой-то комплекс приемов. Это и разговор, и работа с психологом, это чтение книг. И самое главное, у человека должны быть какие-то жизненные ориентиры. Вот помните, раньше нас учили ценности. Это любовь к себе, любовь к окружающему миру, это уважение обязательно. И здесь, когда человек приходит, и мы обращаем внимание на его какие-то определенные личностные качества, то самооценка больше задействована на курсах по риторике. Это другие немножко тренинги. Это ораторский курс, где идет работа прямо над собой и над своей ценностью. Когда человек понимает, что вау, сколько у него сильных сторон-то оказывается, а он этого не понимал раньше, и он начинает над этими сторонами работать и раскручивать уже слабые стороны. У меня еще есть вопрос. Недавно у меня была такая ситуация, когда прошло некое общение с человеком, но человек остался недоволен, и вот он с агрессией, с какой-то мне сказал об этом, фыркнул там, как-то еще. То есть я вот почувствовала прям вот эту вот энергию, вот этой агрессии, и у меня какое-то здесь волнеет, что я не ожидала, мне казалось, что все хорошо. И мы не поругались. То есть я действительно очень как-то мягко поговорила, потому что мне не входило в планы вообще выяснять отношения. Но тем не менее, как будто бы конфликт с этим человеком, он остался во мне. То есть мне не хочется подходить и спрашивать, что случилось. Человек ушел вот, ну он так воспринял, почему я должна, я ничего не сделала плохого, почему я должна что-то объяснять, мне так кажется. Но вот эта вот ситуация, она осталась неразрешенной. И вот эти вот мои чувства, мне кажется, я их тоже вот как-то подавила, вот этот вот гнев какой-то, ну как будто бы несправедливо. В мой адрес что-то сказали. Ну в психологии это называется гештальт. Это непроработанное состояние, которое вас постоянно накрывает и энергию забирает. Все-таки хотелось бы, чтобы вы поговорили с этим человеком. И если есть возможность, ну вот, например, какой-то вот этот фырк. А если мне не хочется этого делать, я с ним никак не соприкасаюсь, это был какой-то разовый какой-то разговор, и все. То есть мне не хочется с этим человеком общаться и выяснять отношения. Все равно нужно идти и выяснять. Нет, не обязательно. Существует еще такая вещь, как дневник благодарности и анализ ситуации, которая произошла. Ну, например, вот вы чувствуете все-таки какой-то вот этот вот диссонанс внутренний. И вы садитесь и вы думаете, так, отлично, чему учит меня эта ситуация, да? Вот я тогда не проговорила. Что нужно делать в следующий раз, чтобы такого, например, не случилось? И мысленно я благодарю там этого Ивана, Алексея, Марину за то, что она меня научила этому, да? И многие поэтому, когда нет возможности с человеком поговорить, да и не хочется, да? Они просто записывают этот дневник благодарности. Я благодарю Вселенную, я благодарю людей, которые вокруг меня, которые учат нас взаимодействовать. Ведь каждый наш социум, это школа, это детский сад, это институт, они постоянно нас чему-то учат. И многие вот реагируют, а почему мне попадаются эти люди, да? Почему вот что-то там происходит? А скорее всего они не просто попадаются, а люди-то попадаются, потому что ты сам такой внутри. То есть внутри какой-то ежик сидит, значит, нужно поработать с собой. Я, кстати, благодарю вас за рекомендацию вести такой дневник. Я начала такой дневник вести и очень хорошо себя чувствую. Каждый вечер сажусь и пишу, за что я благодарна, что сегодня произошло, какая ситуация, и понимаю, для чего это со мной произошло. А я прямо сейчас поняла, для чего мне нужен был этот конфликт, который состоялся, хотя это было уже, наверное, месяца полтора назад. Поэтому, Анна, спасибо, я с удовольствием продолжу разговор с вами и Татьяна, я думаю, присоединиться во втором блоке активнее. Буквально через две минуты, слушатели и зрители, не теряйте нас, вернёмся. Субтитры делал DimaTorzok И мне очень нравятся такие мобильные средства, которые можешь использовать, вот так вот прям по щелчку, и какое-то решение, какая-то лёгкость. И у слушателей, у зрителей есть такая возможность, вы можете нам позвонить по телефону прямого эфира 32 00 66, 32 11 66, и задать свой вопрос специалисту в студии, и решить какую-то свою ситуацию. Я думаю, наверняка у многих из вас есть какие-то вопросы. Присоединяйтесь к нашему эфиру. А до эфира мы с Татьяной уже собрали вопросы от наших потенциальных слушателей и зрителей, и Татьяна их, я думаю, сейчас сможет озвучить. Есть один вопрос. Слушатель спрашивает. Во время публичного выступления, когда волнуешься, один из слушателей в зале, например, начинает что-то выкрикивать и перетягивает таким образом фокус внимания на себя. Твоя речь, соответственно, уже под угрозой. И вот как в этом случае поступать с таким, можно сказать, вредным слушателем? Ну, на самом деле не стоит бояться вредных слушателей. Скорее всего, он не такой уж и вредный. Здесь очень важно человека поблагодарить. Благодарю вас. Значит, моя тема очень интересна, раз она вызывает такой противоречивый интерес. Давайте я вот сейчас буквально 2-3 минутки договорю, а потом я отвечу на все ваши вопросы. И очень часто это бывает. Вот готовила студентов к разным научным конференциям. Вот эта вот минута счастья, да, минута славы, которую он получает, когда он задает вопрос. И потом, вот то, что мы немножко говорим, что давай потом мы поговорим, он уже потом успокаивается. И он уже потом очень быстро уходит, и у него уже никаких интересов нет. То есть здесь достойно благодарю вас за вопрос. Давайте я сейчас закончу. Дайте именно себе возможность закончить. Потому что если вы сразу начнете отвечать на эти вопросы, вы очень часто забудете мысль. Вы и так волнуетесь, да? Тут еще какие-то вопросы. Вот. И можно сесть таким образом в лужу. Поэтому благодарю. Отлично. Буду рад. Вот сейчас 2 минуты, регламент, и мы с вами поговорим. Возможно, коллеги, у вас будут тоже какие-то вопросы. Я с удовольствием на них отвечу. И когда вы выступаете, по мере того, как у вас как раз будет, вот как раз это такой момент, называется оттягивание возражения, продумать ответ на вопрос. И совершенно спокойно вы на него ответите. Очень хорошая рекомендация. Спасибо. Вот еще такой вопрос. Один из слушателей пишет. Начальник ко мне постоянно придирается. Говорит, что не так одета, не так работаю, и из-за меня он нервный. Человек, видимо, испытывает чувство вины. И вот спрашивает, как безопасно для себя поговорить с руководителем? Скорее всего, это девушка. Одевается не так, не так смотрит, не так ходит. У нас был как раз на занятиях такой кейс. Девушка приехала из Улуса и очень переживала, что она одевалась не так. Ну, а девчонки молодые, как они одеваются? Декольте, короткая юбка. Естественно, что руководителю это не очень нравилось. И со всем уважением к руководителю она подошла, мы с ней поговорили. Она говорит, Марья Ивановна, а как бы вы посоветовали мне сейчас поступить? А какой бы цвет, размер моей одежды вас бы устроил? Ну, в начале, конечно, руководители, они же тоже иногда могут обратку дать, они реагируют как, типа, мне еще тебе и советы давать? Ты что, типа, совсем соображение потеряла, да, как наши руководители говорят? Она говорит, ну, вы знаете, я вот из Улуса. И у нас там одеваются, например, так. И когда вот, кстати, очень часто принимают на работу, всегда говорят о дресс-коде. А тут вы мне ничего не сказали, поэтому вот. И знаете, что интересно? Вот этот вот прием в России пользуется большой популярностью. Посоветуйте, как мне поступить в этом случае? Посоветуйте, как мне изменить ваши отношения ко мне, да? То есть вот у нас страна советов, уже более сколько там, 60 лет она была. И вполне спокойно люди к этому относятся. Главное здесь говорить искренне. Потому что если вы говорите так амбициозно и на повышенных тонах, то этот прием не сработает просто. Я как раз про искренности думала, что, возможно, вот правильно технически так, но внутри у тебя нет этой готовности вот идти и вот так как-то себя принижать и говорить, что ну вот вы мне скажите, какой мне там цвет и размер и стиль вообще подходит. И иногда же это очень сложно произнести, просто вот подойти и так встать на пару ступенек ниже. Мне, например, не сложно. Я не считаю, что я себя принадлежаю. Наоборот, советую. Ну смотрите, если этот вариант не подходит, да, есть у нас другие приемы, например. А если посмотреть на мой стиль с другой стороны, да? Вот я себя так выражаю. Возможно, давайте посмотрим какие-то ситуации, стиль одежды, если действительно он там не нравится. Или, возможно, человеку не нравится отчет там или еще чего-то, да? Давайте посмотрим на эту ситуацию по-другому. Давайте разберем детали. Давайте вместе согласуем, без проблем, да? Я открыт для диалога. И вот этот прием «давайте» или «предлагаю» – это лидерский прием. В любой ситуации он тоже очень хорошо помогает. Главное – действительно спокойно об этом говорить, не вызывая гнев человека. У нас была такая ситуация на одной работе. Девушка спрашивала совета у начальницы, и та ей советовала. Но, видимо, совет не подходил, и девушка, приходя на работу, переодевалась совсем в другую одежду. Выходя на работу, тоже переодевалась. И вот так вот. Ну это, конечно, все-таки какой-то нужен внутренний настрой. Потому что если нужно на этой работе остаться, да, и тебе нужно зарабатывать деньги, других вариантов нет, конечно, это где-то, может, ты себя там сломаешь, пока технически это сделаешь. Возможно, потом обретешь некий навык, вот такое вот умение договариваться, идти навстречу другому человеку, даже если он вот как-то настроен не очень хорошо. Ну, директор же тоже может сказать, что решай там сам, или там вот просто не нравится, и все. То есть может закрыть, и не общаться, и не захотеть общаться. И сказать, я не стилист, в чем дело. Хорошо, я вас поняла. Не роняя достоинства ответить этому человеку. Ситуации бывают разные. И здесь вот конкретно мы оперируем теми приемами, которые согласуются с ценностями. Ну, например, человек, он же как-то проявляет себя. Вы же своего начальника же тоже видите. Ну, хотя бы там первые три дня какие-то вы видите его потребности, его слова, что он использует. Поэтому в зависимости от того, какой человек, мы используем определенный прием. Например, человеку что-то не нравится. Мы не знаем, как ему что-то возразить. И мы говорим просто, а не могли бы вы как-нибудь помягче это сказать? А не могли бы вы как-нибудь поконкретнее сказать? А то человек заходит и говорит, ну, что ты вечно ходишь там непонятно в чем? А тут же не видно, к чему он придирается. К юбке, к декольте. Может быть, он придирается к макияжу или еще что-то. Ну, что ты опять напортачила? Где напортачила? У человека много документации, да? Давайте вот посмотрим последние наши проекты. Что мне сделать, чтобы вы изменили свое мнение обо мне? Или даже самое простое. Ну, вот человек там, ой, ты опять, как всегда, в своем репертуаре. Ну, вы действительно так думаете? Или у вас там что-то случилось? Или, например, есть такой прием, называется отвлечение на бытовую надобность. Да, вот когда вы в ситуации не знаете, что ответить, можно, например, чихать. Да? Человек вам что-то говорит, он в гневе, значит, а его нужно немножко остепенить. А не будешь же ты ему там сейчас что-то песни какие-то петь, и ты... Апчхи! Апчхи! Помните мультик был про услика и А? И там Винни-Пух приходит к сове и что-то там ей, значит, говорит. Сова очень мудрая женщина, да? И она начинает чихать. И через какое-то время Винни-Пух уже соображает и говорит уже помедленнее, и уже уходит от нее. Я помню, у нас была очень токсичная соседка, которая вот прям, у нее руки чесались, она по всему дому ходила, собирала сплетни, потом сплетни обрастали новыми подробностями, она их распространяла. И как-то я иду по лестнице, и к ней пришли, видимо, соседи на разборки. Что вы думаете? Она стоит и чихает просто, да? Или помните вот этот прием, когда... Еще и в пандемию это очень эффективно. Да, народ сразу так чик! Вот. Народ сразу так уходит от нее. Вот. Или, например, как фрекенбок. Ой, а у меня молоко убежало, да? Ой, а мне людей надо отпустить. Ой, там листочки уронили. То есть уход от конфликта. Ручку уронил, да. И у тебя будет буквально 2-3 минутки, чтобы собраться в кучу и потом подойти уже проговорить эту ситуацию. То есть существуют определенные хитрости, определенные лазейки. Скажите, Анна, вот к вопросу о дистанцировании, да, и начальстве. А можно, допустим, когда начальник кричит, некоторые психологи, я читала, советуют в этот момент ему сказать, например, я не буду с вами разговаривать, пока вы кричите, и выйти из комнаты, ну, из офиса, да? Пока он, ну, таким образом дать ему понять, что он успокоится. Или наоборот, я вот этим спровоцирую больше гнев. Как вот лучше поступить? В нашем менталитете, если вы таким образом продемонстрируете, расставите свои границы, будьте готовы, что вы просто уйдете с этой работы. Надо чихать и уходить из кабинета. Ой, простите! Ой, что-то в глаз попало! Я сейчас буквально глазик промою. Лучшие коллеги женские хитрости, да? Это может быть шутка, это может быть какое-то неотложное срочное дело. Хитрость актерская мастерства. Если это есть внутри, вот есть же женщины, вот прямо они действительно, они вот так вот живут, играют, у них прямо это так получается хорошо. Естественно, когда начинаешь это из себя как-то вымучивать, то это очень неэффективно получается. Знаете, вот мне кажется, в жизни нет ничего невозможного. Абсолютно любому можно научиться, нужно только взять за пример. И вот на тренингах у нас девчонки учатся, а потом рассказывают такие интересные истории. Просто удивляешься. Действительно. Вначале, да, это как-то неприемлемо. Но если ты действительно пришел на работу, а там прессуют тебя, потому что, например, место предполагалось для другого человека, а тут ты такой красивый нарисовался, получите, распишитесь. И начинается то, сё. А потом, когда видят, что ты человек, в принципе, хороший, ответственный, ты еще и границу умеешь расставлять. Я помню, как-то пришла я на новую работу, и тут на меня, значит, повесили там. Обязанность. Ну, я, значит, смотрю, там, вот это надо, вот это надо. Я сижу, киваю. Да, я со всем соглашаюсь. Ну, потом, когда вот люди ушли все, я открываю свою должностную инструкцию, начинаю изучать. И потом подхожу к руководителю и говорю, вы знаете, я с большим удовольствием согласна на все вот эти пункты, которые вы мне говорите, но посмотрите, вот тут с такого по такой-то у меня в должностной инструкции нет. Я с удовольствием это буду делать. За дополнительные оплаты. Да, а вы можете мне за это доплатить. Я буду очень рада. Я человек ответственный, я человек серьезный. Вы бы видели лицо этого руководителя. Ну, это же не предусмотрено. Я говорю, ну, у меня вот тоже не предусмотрено. Давайте как-то найдем выход из этой ситуации. И он сразу такой. Ну, вот у нас есть, кто это сделает. То есть есть люди, на которых сели и поехали. И этим человеком может оказаться вы. Но если вы не хотите быть этим человеком, на которого сели и свесили ножки, учитесь, говорите, используйте слова, выражения. Мы продолжим учиться тому, как избегать конфликта или как в них вообще не попадать. Буквально через две минуты. Короткая реклама. Скоро вернемся. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. Тема «Конфликтная риторика». Мы говорим о том, как можно не попадать в конфликт вообще. Мне прямо это очень интересно, потому что до эфира я была уверена, что если какая-то конфликтная ситуация, то будет правильно показать свою злость, свою агрессию. И только так я смогу очертить свои границы. Оказывается, можно и даже их не очерчивать, потому что можно в эту историю не попасть. А я вообще думала, что и лучше промолчать. А кстати, вот про промолчать. Конфликт же может быть и связан с игнорированием, например, каких-то слов. То есть ты вроде бы как промолчал, но ты еще больше усугубил этим конфликт, потому что ты не проговорил и проигнорировал чувства другого человека. И он может вот эту вот какую-то затаенную злобу носить там какое-то время. И ты сам с этим игнором ушел, и тоже, получается, этот конфликт унес. Вот когда тебя игнорируют, кстати, как себя вести. Человек не разговаривает, не идет навстречу, молчит, никак не хочет решать ситуацию. У тебя тут все кипит и трепещет. Попробовать найти общий язык через ценности этого человека. Мы же с вами начинали об этом говорить. Какие есть ценности у вас, Светлана, например? Семья, дети, работа. Здесь вот от этого должна быть отправная точка. Где вы с ним взаимодействуете? О чем можно с ним поговорить? У меня последнее время, после того, как я смотрю информацию из психологической темы, все больше и больше уверенности в том, что самая большая ценность для меня – это я сама. И вот этот фокус на себя, что такое любовь, это фокус на человека. Вот этот фокус обратить на себя и удерживать его. И поэтому у меня есть некое такое даже сопротивление к тому, что прям идти, разговаривать с кем-то. Ну, не сложилось и не сложилось. Ну, развернулась и ушла. Как будто мне лень решать какие-то такие вот вещи. Если этот человек, конечно, не из теплого моего круга, но даже если есть теплого, может быть, тоже не стоит слишком биться в закрытые двери. Но мы же не говорим о том, что нужно биться в закрытые двери. Ну, вот если он игнорирует, например, вот он поставил какую-то вот преграду и не хочет ни обсуждать, ни разговаривать, ни слушать тебя, например. Много же таких историй, когда люди не идут на контакт. И, кстати, в семейных вот ситуациях, да, два, например, супруга, они тоже могут не общаться, именно потому, что кто-то один, но не привык, в семье у него не общались, он не говорящий человек. Он лучше промолчит, переждёт и, как говорится, само куда-нибудь ветром унесётся. Ну, так, ему легче. Ну, с этой темой обычно приходят мужчины. Мужчины, клиенты приходят и говорят, ну, что мне делать с женой? Уже третий день со мной не разговаривают. Я уже и так, я уже и так, и сяк. Я уже не знаю, что говорить. Просто ситуация, констекст ситуации, может быть, разный. Всё зависит от цели взаимодействия, всё зависит от моих правил и принципов. Если, например, я знаю, что мне хорошо, вот как вы говорите, да, у меня есть определённые принципы. Я здесь границы не нарушал. Я здесь ничего такого не совершал. Человек дуется. Ну, дуется и дуется. Мне с ним дальше детей не крестить. Совершенно спокойно. Вселенная, я могу вас поблагодарить за этого человека, что он был в моей жизни. Возможно, он чего-то недопонял, чего-то недоговорил. Захочет человек, он сам придёт и с вами поговорит. И вы уже тогда расставите все точки над «и». Нет, нет. Но вот что делать мужчине с женой? Вот на эту ситуацию очень много ответов. Я, например, всегда советую, если накосячили, да, добросовестно подойти, покаяться, извиниться. И обычно вторая эта сторона, она же тоже не знает, как найти точки соприкосновения. Мы же горды и все. Очень столько информации. И даже вот про то, что прости, да, прости меня, ты накосячил, ещё требуешь какой-то энергии, ещё требуешь энергии прощения. То есть прости меня, ещё сделай какое-то действие в мою сторону. И кто-то говорит, что вообще просить прощения не надо. Иногда тогда ты назначаешь того человека Богом, сам опускаешься ниже. Лучше скажи, мне жаль, а лучше вообще ничего не говори, сделай что-то хорошее, или спроси, что ты хочешь. Сейчас столько всего всех вариантов, что, в принципе, можно запутаться и заблудиться в том, как на самом деле лучше-то поступить. Поэтому я и говорю, это всё зависит от вашего внутреннего я. Вот если я, например, себе позволяю, вот с мужем как-то поссорились, да, и я подхожу всегда первая. Виновата, не виновата, я подхожу, потому что человек должен быть, вот вы сказали, мудрее. Кто-то должен быть в этой ситуации мудрее. Если я мудрее, мне это вернётся. Если он мудрее, ему это вернётся. Как правило, женщина – это шея, которая голову поворачивает, да? Семья – это же одна сатана. Поэтому я подхожу, я прошу прощения, и муж мне тоже говорит, и ты меня прости. То есть вот эта возможность договориться. На нет и нет. То есть будет другая там возможность. Ещё говорят, что женщина – вода, вот это вот то, что можно любую форму принять. Если нож в воду, то ты, естественно, для води не больно, да? Если нож – камень, то произойдёт столкновение. Я очень хочу, чтобы мы ответили ещё на вопросы наших слушателей, которые мы собрали с Татьяной до эфира. Татьяна – это жду, жду, когда же можно задать. Тут поступил вопрос насчёт подростков. Подростки любят говорить. Ты мне никогда не веришь, а вот родители моего друга. И как вот с ними разговаривать, и как вообще вести себя в пик спора с подростком? Лучше промолчать или гнуть свою линию? Ну вот начнём с того, что и с подростком, и с ребёнком, и с любым человеком у нас методика взаимодействия одинаковая. Мы совершенно спокойно стараемся с ним поговорить, проводить, если это возможно, профилактику, и использовать различные наши приёмы. Вот эти вот обобщения «ты мне не веришь, а вот там-то хорошо, а у нас всё время плохо», или, например, там жена всегда мужу говорит «ты мне ничего не даришь, мы в отпуск там никуда не летаем, а вот Ивановый постоянно в отпуске, а я там света белого не вижу». Вот здесь вот конкретизируем понятие, говорим там «милый сыночек», «любимый», «дорогой». Вот сейчас на какие факты ты конкретно опираешься, какие ситуации ты имеешь в виду, когда, чего, вот, почему вот ты так думаешь? Вот смотри, например, у меня вот трое детей, да, дочка уже старшая, и постоянно взаимодействие у нас происходит между двумя сыновьями. И, конечно же, младший, и там любовь бабушки идёт на него, а я стараюсь, чтобы не было вот этих конфликтов, когда старший ребёнок всегда ревнует к младшему. Есть же у нас такая проблема? Если вопрос даже такой есть, как делить любовь мамы между детьми? Вот. Поэтому с детства буквально я стараюсь, чтобы они всегда у меня как-то были в поле внимания оба. Если я одному что-то покупаю, то я и второму что-то покупаю. Если утром проснулся один, значит, я его целую, а второй подросток у меня проснулся, и он недоволен, потому что вчера была какая-то обида, например. И многие мамы что делают? Они не разговаривают. Зачем? Зачем вот снежный ком вот этот вот нарастать? Иди сюда, смеёмся, обнимаемся, шутим. И стараюсь с каждым ребёнком прямо именно проговаривать ситуацию. И почему возникает вот этот снежный ком? Потому что родители сейчас, дети сейчас, они все сидят в этих телефонах, в этих гаджетах. Они даже не разговаривают. Вот недавно по WhatsApp смотрели, ходил такой ролик, где родители там сидят через WhatsApp. Что будешь там? Крылышко там или салат там или ещё что-то. За общим столом. Да, за общим столом уже. Ну, вот утрировано, но реально это так. А тут вот родители приходят, я говорю, вы с ребёнком общаетесь? Ну да, вот он со школы пришёл, я у него спросила. Как дела? Как дела? Это закрытый вопрос. То есть вы вообще не проявляете внимания к ребёнку. И ребёнок это чувствует. А если, например, устраивать какие-то традиции, обычаи вечером, например, вечер воспоминаний, давай вспомним. Слушай, а я вот в школе, например, я вот сыну недавно говорю, там физику, например. И вот я не любила физику. Ну не любила. А у него хорошо она получается. Я прям его хвалю. От души хвалю. У младшего что-то получается. Я его тоже хвалю. И даже, смотрите, день рождения, например. День рождения старшего. Мы старшему, конечно, дарим большой подарок. А младший там же обидится. И младшему какой-то сюрпризик. Когда у младшего день рождения, ему подарок и тому что-то. И вот каждый раз стараешься вот их взаимодействовать, чтобы оно было вровень. И говорить, мой хороший, мой дорогой, мой любимый. И говорить какие-то сильные комплименты, которые вот искренне, от души они идут. Но обязательно обращать внимание на то, что можно вот доработать. И не сравнивать никогда вот с другими. Вот это вот ошибка большая. Потому что человек обижается. Я помню как-то у меня прям кейс свой родной такой. Я прихожу к ребенку, значит, а ребенок у меня вот физику он сдал. И он сдал на четверку там. И я вижу там мальчишку, а мальчишка там не показывает там его друг. У меня пятерка. Я такая, Миш, у вас это пятерка? Вы бы видели лицо. Проверка кейса называется, да? И что? Да? То есть все. Для ребенка вот это оскорбление. Сравниваем с ним. Слушай, а помнишь, какой ты маленький был? А посмотри, какой ты сейчас. Да? И вот он же растет, он же развивается. Что хорошего в нем? Родители такие вещи же не говорят. И они упускают своих детей. А потом начинаются вот эти подростковые проблемы. Тем более, что вот подростковые же проблемы. Вау! Да? Вот эти вот крик, вот эти гормоны. И мама такая, как? Типа мой ребенок на меня кричит. Я говорю, ну у него гормоны, понимаете? Вот вы были беременны? Да. Ну у вас же были гормональные вот эти вот вещи-то? То, что там беременны же и плачут, и смеются, и все. Да. Ну вот, а у ребенка тоже гормоны. Вот этот юношеский максимализм, этот период идентификации, когда ему нужно себя зарекомендовать. Поэтому-то он и рвется вот на должность отца, например. Поэтому он и чувствует, что он главный в семье, он руководит. Поэтому мама должна говорить, ну что-то ты рисковата как-то с младшей. Давай вот нормально поговорим с ним. Да, я понимаю, ты помогаешь мне, я тебе благодарна. Ты молодец. Но семья-то, она держится именно на взаимодействии, на хорошем. А то я прям иду домой и думаю, а вдруг вы опять поругались. И конкретные примеры вот эти решать. Интонация, забота, интересы, любопытство, разговоры. Удивительно, что вы отвечаете на вопросы, которые мы еще не задали, но они у нас были. Там как раз был вопрос, что делать, когда старший ребенок пытается занять место отца. Просто это вот мой личный кейс, да, вот у меня между детьми 8 лет разницы. Одному сейчас 6, одному сейчас 15. И вот я реально обращала внимание, да, как работать с такими детьми. И потом подростки, это вот мой любимый возраст. Я веду еще детские тренинги, юный оратор. Я прям балдею, когда ко мне приходят подростки. Вот я перед ними открываюсь, да, и они передо мной открываются. И даже, ну сейчас, конечно, много очень интровертов, вы понимаете, да, люди очень закрытые. Но на занятиях у нас настолько хорошая дружелюбная атмосфера, что ребята рассказывают абсолютно все. Они о конфликтах рассказывают. Они рассказывают о каких-то проблемах. И иногда я им добрым советом помогаю. Потом еще даю, конечно, рекомендации родителям. Огромное вам спасибо за те рекомендации, которые прозвучали сегодня в эфире. Слушатели и зрители, я благодарю за внимание. Татьяна Ерохина сегодня была в эфире, Анна Яковлева. И у Тани сегодня дебют. И я надеюсь, что мы еще продолжим обязательно в новом сезоне. Всем хорошего вечера. И всем изучать конфликтную риторику, потому что я думаю, что это необходимо каждому из нас. Удачи. Спасибо.